Приветствую всех подписчиков и гостей моего спортивного канала. Подходит к концу регулярный чемпионат национальной хоккейной лиги и у нас определились все участники плей-офф. Сегодня свой заключительный матч в регулярке провел Вашингтон, победивший Бостон, который кстати будет оппонентом столичных в первом раунде плей-офф. Так что можно сказать, что генеральная репетиция состоялась несмотря на отсутствие многих игроков основы как с той так и с другой стороны. Счет матча 2-1, причем последнюю шайбу хоккеистам Вашингтона удалось забросить за 3 секунды до конца третьего периода. В этом матче на лед вышел форвард Вашингтона Александр Овечкин, пропустивший из-за травмы нижней части тела целых 7 матчей чего с ним раньше никогда не встречалось. В этом видео хотел бы поподробнее остановиться на прошедшем сезоне Александра, думаю он один из немногих российских хоккеистов, который неизменно притягивает к себе огромное внимание своей преданностью клубу, невероятной заряженностью на борьбу в каждом матче и просто своей сумасшедшей харизмой. Но кто скажите кроме как не Александр Овечкин сможет поднять нас ночью для просмотра очередного матча регулярного первенства в надежде увидеть его очередной шедевр, произведенный из фирменного офиса. Думаю никто, но может быть Кирилл Капризов бросил в этом году перчатку Овечкину и также радует нас в первый же свой сезон невероятной скорострельностью и отдачей в каждом матче. Так или иначе, но Александр сегодня выдал очередной холостой матч без очков и таким образом набрал в 45 матчах регулярки 42 очка. К сожалению в этом сезоне Овечкин забросив 24 шайбы устанавливает личный антирекорд по заброшенным шайбам за сезон в национальной хоккейной лиге. До этого в течение 16 долгих лет он неизменно клал соперникам более 30 шайб за сезон. Ранее в сезонах 2010-2011 годов, а также 2012-2013 годов он отмечался 32 шайбами, что служило до этого худшим результатом за сезон. Но не будем сильно расстраиваться, все-таки сезон был очень короткий и травма в его конце помешала Александру забросить свои коронные 30 и более шайб. Таким образом серия без очков для Александра Овечкина продлилась до четырех матчей. Остается пожелать голевого чутья нашему великому форварду, которому до пятого места Марселя Дионна в списке лучших снайперов национальной хоккейной лиги, остается забросить всего одну шайбу. Ждем с нетерпением следующего сезона. На этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч. С уважением Ренат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова